Добрый день друзья, меня зовут Юрий Вахрушев, сегодня поговорим о самом безопасном кошельте в мире, который вам еще и платит, в котором есть супер выгодный стейтинг в USDT и не только. Возможность заказать криптокарту и еще масса всего. Уникальный продукт во всех смыслах под названием DexSafe. Добрый день. Централизованность. Криптовалютные биржи являются централизованными платформами, что означает, что пользователи не имеют полного контроля над своими средствами. В случае взлома или проблем на бирже, пользователи могут потерять доступ к своим активам. Безопасность. Криптовалютные биржи подвержены рискам взлома и тибератакам. Если биржа сталкивается с хатерской атакой, пользователи могут опять же потерять свои средства. Регулятивные риски. Криптовалютные биржи могут столкнуться с регулятивными проблемами, такими как запреты или ограничения со стороны государственных органов, что может повлиять на доступ к вашим средствам. Только представьте себе, с начала 2020 года закрылось 75 криптовалютных бирж. На кладбище оказались такие биржи, как Bittrex, американская биржа, Cryptex, FTX и многие-многие другие. Просто для понимания, Bittrex это широко известный бренд в криптовалютной сфере, и когда-то эта биржа считалась самой безопасной. Компания была основана в США, она занимала 10 место в списке бирж на CoinMarketCap. А вот вам лишь небольшая часть списка взломов централизованных бирж. Октябрь 2022 года, биржа Binance, стоимость потильных активов 570 миллионов долларов. Август 2021 года, биржа Poly Network, стоимость потильных активов 610 миллионов долларов. Сентябрь 2020 года, биржа KuCoin, стоимость потильных активов 280 миллионов долларов. Это лишь вершина айсберга, но я думаю абсолютно ясно, что централизованные биржи достаточно удобны, хотя процедуру верификации, конечно, не назовешь для пользователей приятной, но точно можно сказать, что о высокой степени безопасности говорить не приходится. Второй тип кошельков это аппаратные кошельки, конечно, это Ledger, Trezor, SafePal и другие. Уровень безопасности здесь, безусловно, выше, но также не без рисков. Давайте поговорим, какие опасности нас подстерегают. Потеря или повреждения. Аппаратные кошельки, физические устройства, их можно потерять или повредить. В таких случаях есть риск потери доступа к криптовалюте, если не сохранены резервные копии, или они также утрачены вместе с аппаратным кошельком, ну, например, в случае пожара. В зависимости от безопасности устройства, если аппаратный кошелек поврежден или взломан, это может привести к потере криптовалюты. Поэтому важно выбирать надежные сертифицированные устройства. Стоимость аппаратной кошельки могут быть довольно дорогими по сравнению с другими методами хранения криптовалюты, что может быть недоступно для некоторых пользователей. То есть, если у вас небольшое количество активов, то покупать аппаратный кошелек, в общем-то, весьма накладно. Ограниченность функциональности. Некоторые аппаратные кошельки могут иметь ограниченный функционал по сравнению с онлайн кошельками, что может быть неудобно для опытных пользователей. Ну и возможные технические проблемы, хотя аппаратные кошельки обычно довольно надежны, они также могут столкнуться с техническими проблемами, такими как сбои в работе или несовместимость с определенными устройствами. 14 декабря кодовая библиотека Ledger Connected, которую используют для авторизации многие крупные криптосервисы, была взломана хатером, что дало ему возможность внедрить в код так называемый дренер, вредоносный смарт-контракт, позволяющий списывать все средства с кошельков пользователей при взаимодействии с ним. По данным Ledger, в результате инцидента пользователи потеряли около 600 тысяч долларов, при этом Ledger признали, что кража актива была совершена при использовании жертвами слепой подписти – транзакции децентрализованных приложений. Также известно, что один из пользователей потерял 100 тысяч долларов. А вот вам новость 2024 года, Трезер бьет тревогу, 66 тысяч пользователей подверглись массированной фишинговой атаке. Производитель криптовалютных кошельков Трезер объявил о взломе системы безопасности, в результате которого стали известны контактные данные почти 66 тысяч пользователей. Инцидент, выявленный 17 января, вызвал беспокойство среди криптоэнтузиастов, которые полагаются на устройство Трезер для безопасного хранения своих цифровых активов. В целом, как мы видим, аппаратные кошельки тоже нельзя назвать идеальным хранилищем для криптоактивов, хотя стоит отметить, что это много безопаснее криптовалютных бирж. И третий тип хранения – это Dex кошельки. Все знают такие кошельки, как Metamask, TrossWallet, Texodus и другие. Безусловно, это достойный вариант хранения со значительными плюсами, но даже они не полностью безопасны и децентрализованы. К примеру, у Metamask есть централизованные сервера для хранения данных, и хотя данные пользователей защищены, все же назвать это тотальной децентрализацией нельзя. Забегая вперед, скажу, что у DexSafe от DexNet нет единого сервера хранения данных, но об этом мы еще поговорим. Какие еще есть уязвимости? Интернет-уязвимость. Metamask является онлайн-кошельком, что делает его более уязвимым для кибератак и хатерских атак, чем хранение криптовалюты на аппаратных кошельках. Приватность и безопасность. Хранение приватных ключей в онлайн-среде может быть менее безопасным, так как данные могут быть скомпрометированы при доступе к интернету. Фишинг и мошенничество. Пользователи могут столкнуться с попытками фишинга или мошенничества, поскольку хатеры могут пытаться получить доступ к вашему кошельку через поддельные веб-сайты или электродные письма. Централизованное управление. Metamask представляет собой централизованный доступ к вашим криптовалютным активам, что может поблить за собой риски в случае проблем с сервисом или его владельцем. Технические проблемы. Metamask может столкнуться с техническими проблемами, такими как сбои в работе, проблемы с доступом к сети и другие технические сложности, которые могут повлиять на доступ к вашим средствам. Также мы видим огромное количество способов, как пытаются обмануть пользователей Metamask, Trust Wallet и других кошельков. К примеру, хатер похитил у пользователей кошелька Metamask 5000 эфиров. Один из разработчиков криптовалютного кошелька Metamask сообщил, что неизвестный похитил 5000 эфиров на общую сумму примерно 10,5 миллионов долларов. В своем твиттер она написала, что расследовала взлом 48 часов, но положительных результатов нет. Пользователь сообщил, что это необычная фишинговая атака. По большей части хатеры атакуют тех инвесторов, которые зарегистрированы в период с 2014 по 2022 год и имеют хороший уровень защиты. Среди них есть даже сотрудники Metamask. Я не хочу сказать, что это плохие инструменты отнюдь, но то, что они не идеальные, я думаю, тут многие согласятся. В целом рынок криптовалют довольно молодой и я уверен, что в будущем мы увидим инструменты с максимальными уровнями безопасности. Возможно, такой инструмент даже уже появился. Вот прямо здесь рождается на ваших глазах речь пойдет о DexSafe, от DexNet. DexSafe сложно даже кошельком назвать, это гораздо больше. Начнем с тотальной децентрализации. Она здесь действительно тотальная, нет никакого единого сервера даже для части информации. Вообще технология DexNet это технология, построенная на микросерверах в физических устройствах под названием DexNode. Вся информация на этих серверах зашифрована, вся разделена на кусочки и нигде единым боком не хранится, а разлетается по всему миру на разные ноды в разных городах и странах. Я сейчас не буду уделять этому время, все подробно есть у меня в презентации на канале. Но технология огонь, рекомендую поизучать. Ваш кошелек DexSafe подключается напрямую к блокчейну. Кстати, блокчейнов уже интегрировано 15+, то есть уже больше 15 блокчейнов и будут интегрироваться новые. Все ваши активы хранятся не в кошельке DexSafe, а в блокчейне. Вы можете даже пойти и выбросить в море свой смартфон с кошельком DexSafe, но вдруг вы решите проверить эту информацию. Но если вы сохранили сид-фразу из 12 слов, то вы восстановите доступ даже без кошелька DexSafe, напрямую в блокчейне. Доступа к вашим средствам нет ни у кого, ни у разработчика, ни у команды программистов, ни у кого другого. То есть технически отсутствует такая возможность получить доступ к вашим средствам. Ну, разве что взломать блокчейн, на котором хранятся средства, что, как мы понимаем, нереально. В кошельке огромное количество фишек безопасности. Обо всех сегодня даже и не расскажу, вы все увидите сами, но о некоторых точно упомяну. К примеру, при создании кошелька можно усложнить алгоритм шифрования сид-фразы. Вы можете сделать не 12 слов, а 24 слова или даже 48 слов вашей сид-фразы. Подобрать 48 слов невозможно, в принципе невозможно, вы выводите безопасность на максимальный уровень. Также интересная функция – рандомное расположение клавиатуры при вводе пин-кода. Или же вы можете создать разные пин-коды, и у вас будут открываться доступы к разным кошелькам с разными балансами внутри DexSafe. Это крайняя, но очень важная мера безопасности. К примеру, когда вас вынуждают дать доступ к кошельку без возможности отказаться. Такие случаи тоже бывают. Вы можете это сделать в DexSafe и показать, скажем, 5% ваших активов, сохранив при этом весь остальной капитал. Подробно об этом я рассказывал в своем видео DexSafe. От DexNet бомбовый кошелек с невиданным функционалом, сейчас не буду на этом останавливаться. Внутри кошелька можно делать своп, обмен возможен даже если активы в разных блокчейнах. Комиссия при этом будет низкой, а обмен полностью безопасный и быстрый. Кошелек напрямую подключается к децентрализованным обменным биржам. Обмен полностью децентрализованный. Вы не передаете активы при обмене на какую-то централизованную биржу. Внутри кошелька вам доступна расширенная криптоаналитика. По любой монете, блокчейну или в целом криптоиндустрии. В ближайшее время мы также ждем стейтинга, работа над ним уже ведется. Будет доступен стейтинг DexNet, стейтинг Tron и особенно, я думаю, пользователям понравится стейтинг USDT до 25% годовых. Это просто отличные показатели доходности. Просто отправляете USDT в стейтинг и наслаждаетесь прибылью. Нельзя не упомянуть про криптокарту, она будет и виртуальной, и физической, с KVC и без KVC, то есть без верификации личности. А рассчитываться вы сможете ей как обычной картой. Пойти в магазин и купить хлеб, к примеру, потом пойти и купить билеты в цирк. И получите вы PNM et Circe Senses, то есть хлеба и зрелищ. Выражение из десятой сатиры древнеримского поэта Сатирика Ювенала. Ну да ладно, это я немного шучу. Если серьезно, вы фактически получаете банковский продукт, который позволит вам перенести вашу криптовалюту мгновенно в товары и услуги в магазинах. Это ли не то, о чем мечтали криптоэнтузиасты на заре крипторынка? Сделать криптовалюту массовой и удобной единицей расчета. Хочется задать вопрос, а нужен ли сегодня кому-нибудь самый безопасный в мире криптовалютный кошелек, криптокарта с верификацией и без виртуальной или физической, позволяющая фактически рассчитываться криптовалютой? Нужен ли криптокошелек, который приносит доход от стейтинга, в частности от USDT до 25%? Нужен ли в этом мире кому-нибудь такой криптокошелек? Вопрос, я думаю, риторический. Нужен он практически всем и криптоэнтузиастам, и трейдерам, и холдерам, и тем, кому нужна карта и доход от стейтинга. И вы не поверите, нужен он даже тем, кто в криптовалюте не понимает ничего, но может получить неожиданно прибыль. Об этом я расскажу чуть позже. Эту вишенку на торте мы поставим в конце видео. И замечу, что DexSafe вам ничего не стоит, то есть вы бесплатно можете его скачать и пользоваться. Разве это не прелесть? Но есть новость еще круче. Вы можете очень много заработать на данном кошельте, и все потому, что у него есть реферальная программа, и не абы какая, аж на 21 уровень вниз. У кошельков обычно вообще нет никакой реферальной программы, у криптобирж она очень жиденькая, обычно одноуровневая, а тут аж 21 уровень глубины. Но вы знаете, даже на жиденьких реферальных программах от криптобирж есть люди, которые зарабатывают даже не десятки, а сотни тысяч долларов ежемесячно. Просто потому, что когда-то поделились информацией о возможностях биржевого обмена со своими друзьями, партнерами, знакомыми. Сегодня мы не будем подробно разбирать партнерскую программу, я сделал это в отдельном видео. Но уже сейчас вы видите проценты, которые вы можете получить, будучи участником программы. В которую, кстати, вступить можно совершенно бесплатно, установить приложение и введя промо-код пригласителя. Так вот, глубина 21 уровень перед вами. Глубина открывается постепенно в зависимости от количества приобретенных карт по вашей рекомендации. Также интересный момент, что можно открыть глубину просто за токины Dexnet, оплатив единоразово, ну или совершенно бесплатно согласно вашим продажам. При таком востребованном и просто необходимом продукте, да к тому же бесплатном, ваша структура за 2-3 года может достичь циклопических размеров, так же как и доход. Здесь мы вполне можем увидеть вирусное распространение информации. Другими словами, вы можете порекомендовать установить бесплатно кошелек 2-5 вашим знакомым, а дальше ситуация может выйти из-под контроля. Так как эти люди расскажут своим знакомым те своим, и вот у вас уже огромная структура на большую глубину, где каждый день люди обменивают свои цифровые активы, покупают карты, рассчитываются картами в магазинах и так далее. А вы получаете от всего этого доход. Ну и расскажу про смарт-контракт. Поставим вишенку на торте и закончим все это дорожной картой. Опытные партнеры реферального бизнеса и партнерских программ сталкиваются порой с терминацией. Это когда вы построили структуру, зарабатываете на пассиве очень хорошие деньги, а владельцы сервиса и бизнеса вдруг решают, что что-то вам слишком жирно будет, и одним кликом мыши терминируют вас из бизнеса. Поверьте, это случается не так уж и редко. Да что там в правилах топовых бирж по реферальной программе, вы как правило можете прочитать, что биржа имеет право вас терминировать и правило менять имеет право в любой момент без, как говорится, объяснения причин. А что в DexSafe? А здесь такое невозможно, так как это смарт-контракт. Справедливости ради стоит сказать, что на момент записи видео партнерская программа еще не перенесена на смарт-контракт. Почему так? Потому что тот индекс.нет на текущую минуту реализован на блокчейне Binance Smart Chain. Соответственно, каждая транзакция Тотина будет иметь комиссию 12-15 центов, а может иногда и больше. Представьте, что кто-то совершил обмен, но на совсем небольшую сумму, и нужно выплатить вознаграждение несколько центов. А комиссию заплатить за это 12-15 центов. Конечно же это не логично, однако уже идут тесты собственного блокчейна. И скоро он будет запущен, и вот тогда партнерская программа будет перенесена на собственный блокчейн, будет активирован смарт-контракт, и все станет автоматически. А комиссии возьмут на себя владельцы блокчейна, то есть Dexnet. На текущий же момент мы видим обычную партнерскую программу, которая, да, выплачивается автоматизированно, но не смарт-контрактом. Разработки блокчейна идут полным ходом, так что ждать осталось совсем недолго. Ну и как я и обещал, вишенка на торте. 1% от общей партнерской программы уходит в глобальный DexPool. Выплачивается раз в 24 часа, рандомно, 1 раз в сутки на 10 кошельков. Фактически это 100% пассивной прибыли для вас, которую вы можете получить просто так, 1 раз скачав кошелек. Особенно шансы ввелить и сейчас, когда количество людей, знающих о DexSafe, ну, наверное, пока ограничивается сотнями. Скоро это будет совсем не так, о DexSafe будут знать миллионы, но пока есть все шансы поймать жар-птицу за хвост. Нет требований по обмену криптовалюты, чтобы участвовать в этой акции. Ваш друг может просто скачать DexSafe и все. Если ему повезет, то в какой-то момент придут реальные деньги на его кошелек. Напомню, это происходит каждые 24 часа на 10 кошельков. И сумма может быть приличная, несколько сотен или даже несколько тысяч долларов. Все выплаты будут по смарт-контракту, то есть никакие махинации здесь невозможно. Для всех партнеров DexFreedom все ссылки на кошелек будут в личном кабинете с указанием вашего уникального идентификатора. Уже сейчас вы можете его найти в разделе «Профиль». Его нужно указать уже в приложении DexSafe в разделе «Партнерская программа». И вся ваша структура будет перенесена в DexSafe. Ну а новые пользователи, которые не являются партнерами DexFreedom, могут взять промо-код у того человека, который об этом кошельте предоставил информацию. Прямо сейчас кошелек уже доступен для тестирования. Больше 15 блокчейнов уже интегрировано в кошелек. Все тесты на безопасность полностью завершены успешно, несмотря на бета-тестирование. Приложение «Все, что связано с безопасностью» протестировано ранее и завершено. Все активы разработчика кошелька Алексея Тидо со всех бирж и кошельков переведены в DexSafe. Настолько разработчик убежден в безопасности своего продукта. Ваш реферальный промо-код, не личный для активации, а тот промо-код, который вы даете вашим друзьям, дает ститку на различные сервисы. То есть, когда вы предлагаете своему другу скачать приложение из App Store или Google Play, даете свой реферальный промо-код пригласителя, то ваш друг получит отличные ститки на сервисы. Без этого промо-кода он их не получит. Криптокарты должны быть доступны уже в третьем квартале 2024 года. Процесс идет полным ходом. Уже есть договоренности с эмитентами криптокарт и многое другое, что необходимо для запуска. 4 квартал 2024 года интеграция с собственным блокчейном DexNet, работа над которым также находится в активной фазе разработок и тестов. Планируется запуск мощных маркетинговых стратегий по продвижению сервисов. Заложен огромный рекламный бюджет. Так что будет интересно и денежно. Ну а я желаю вам оказаться в самом начале пути такого крутого продукта, как DexSafe. Это вот прямо здесь и сейчас. А не подключиться к нему, когда он будет уже на миллионах смартфонах. А первые пользователи и рекомендатели будут ежедневно получать огромную прибыль. Установить приложение вы можете прямо сейчас из App Store или Google Play. Просто наберите DexSafe или можете перейти по QR-коду, он перед вами. Обязательно введите код пригласителя. Тем самым вы, во-первых, сами получите ститку на сервисы, а во-вторых, сделайте приятно человеку, который вам рассказал об этом. Код возьмите у человека, который показал вам это видео. Если это был я, то мой код будет в описании видео. Если не я, то обязательно обратитесь к человеку, который дал вам информацию. Спасибо, что уделили время. До новых встреч.